С самого детства Олегом Фоминым движет ощущение конечности бытия, поэтому он старается успеть как можно больше. Его фильмография составляет не только актерские, но и режиссерские и сценарные работы. Он ставил каскадерские трюки, писал стихи, играл на театральной сцене. Сейчас Фомин признается, что сделанного им хватило бы не на одну жизнь. Пусть не в той мере, какой мечталось, но так или иначе все удалось. Олег родился и вырос в Тамбове 21 мая 1962 года. Отец работал на секретном космическом предприятии, а мать на химическом заводе, но на первом месте у Фоминых стояло творчество. Глава семьи писал картины, состоял в международном союзе художников. Мама устраивала капустники, на которых пела и танцевала. Сына родители старались развивать разносторонне, приобщили к классической литературе, отдали в секцию бокса. В школе Олег увлекся самодеятельностью, и о мечтах увидеть его архитектором, близким, пришлось позабыть. Актерская биография Фомина началась довольно-таки ярко. Получив аттестат, он отправился в Москву штурмовать театральный вузок. Поступил в Щепкинское на курс Юрия Соломина. Во время учебы видный молодой человек, рост которого составляет 183 см, подрабатывал манекенщиком, танцевал в арете Бориса Моисеева. По окончании училища Олег уехал в Ригу, в Государственный театр юного зрителя. Здесь за 7 лет артист сыграл 16 главных ролей, но после отсоединения Прибалтийских республик, от Советского Союза и закрытия ТЮЗа остался и вовсе без работы. Фомину пришлось возвращаться в родной Тамбов, восстанавливать российское гражданство, а затем заново начинать покорение столицы. Дебютировал как актер Олег Фомин в бытовой драме «Серебряные озера», за которой последовало несколько других картин. Популярность пришла к нему. После исполнения главного персонажа в криминальной драме «Меня зовут Орликина», данный фильм, кстати, стал самым кастом за всю историю белорусского кино. Вскоре Олег снялся в продолжении популярного спортивного боевика «Фанат». В первой части главную роль играл Алексей Серебряков, но он отказался участвовать в сиквеле, и Фомин его заменил. В 1991 году Олег дебютировал как кинорежиссер, создав молодежную мелодраму под названием «Милый Эб». Но она на большой экран не попала, а распространялась только на видеокассетах. Затем он снял по сценарию Ивана Хлобыстина мистический триллер «Мытарь» и сам сыграл ключевого персонажа. Главный режиссерский успех ожидал Фомина уже в 21 веке. Криминальная трагикомедия «Некс» получила признание у публики, и режиссер снял сразу два продолжения. Также благодаря Олегу свет увидели такие картины, как политическая драма КГБ, смокинги, комедия «День выборов», фэнтези, «Молодой волкодав», «Детектив», «Ледников» и многие другие. Отдельно нужно выделить масштабную и красочную историка, приключенческую ленту «Господа офицеры», «Спасти императора». Интересно, что Олег Фомин почти всегда участвует в фильмах, которые снимают в качестве актера, но и другие режиссеры с удовольствием приглашают его. Из чисто актерских работ стоит обратить внимание на мелодраму «Развод» и «Девичья фамилия», остросюжетную картину «Висегонская волчица» и военную ленту под названием «Истребитель». В 2016 году Фомин вел работу и как актер, и как режиссер над детективным телесериалом «Штрафник». При этом в собственном проекте Олег не стал брать главную роль, а довольствовался второстепенным образом начальником местного отделения Министерства госбезопасности СССР Пеникера. В популярном блокбастере «Экипаж» актер также исполнил второстепенную роль, сыграл члена приемной комиссии. Фильм рассказывает о катастрофе самолета, гражданской авиации, героических действиях летчиков, спасших пассажиров и самих себя от гибели. В 2017 году Фомин наконец-таки появился в главной роли в военной драме комиссарша. Он перевоплотился в начальника отдела милиции. Действия сериала разворачиваются в военные и послевоенные годы и рассказывают о столкновении матери и сына, оказавшихся по разной стороне правосудия. Тема «Противостояние двух идеологий» поднимается и в режиссерской работе Олега под названием «Смерш». Здесь актер предстал в образе немецкого разведчика, идущего на любые жертвы, только чтобы добыть необходимые сведения. В роли антагониста, офицера НКВД выступил Алексей Макаров. В следующем году артист снялся в приключенческой драме «Болевой порог», который рассказывает о компании друзей, уехавших на Горный Алтай, чтобы переждать шумиху после скандального ДТП. Вместо отдыха на природе героев ждет экстремальная ситуация, которая проверит и характер каждого по отдельности, и, конечно же, дружбу. В интервью Олег говорил, что в ЗАГС шел по такожеланиям избранниц, считал, что так проявляет уважение к женщине и каждый раз надеялся, что это навсегда. С первой спутницей Алисы художником по костюмам Фомин прожил 7 лет. В Риге супруги открыли бизнес по производству одежды из кожи, продукцию охотно покупали звезды киноэстрады. После развода Алиса говорила о бывшем муже исключительно в восторженном тоне. Роман с Верой Сотниковой актер считает спасительным. Оба переживали непростой период личной жизни и были нужны друг другу на время. Расстались коллеги друзьями. Вторую жену, Елену, мать старшего сына Данилы, Олег попросту заманил, оставил ключи от квартиры и уехал на съемки. А ребенок родился, когда родители уже жили отдельно. Продолжателем дела отца Данила не стал, хотя снялся в сериале Next. Выбрал другую стезю – борьбу с экономическими преступлениями. Олег оставил Елену ради актрисы Марии Балым. Пару познакомил общий друг Михаил Горевой. На момент встречи Маша исполнилось только 17 лет, а мужчина оказался на 26 лет старше. Данный союз не оказался долговечным, и дети в нем не появились. Новость о том, что Олег живет вместе с секс-солисткой группы «Блестящий» Анной Семенович удивила даже знакомых знаменитостей. Отношения певицы и режиссера завязались на съемочной площадке картины «Холостяки». Позже пресса писала, что любовь артисты разыграли, чтобы привлечь внимание к фильму. Семеновича не отрицала, что своеобразный пиар-ход ей предложил Фомин, который тогда еще был женат. Аня обиделась на коллегу, когда спустя время тот открыто заявил об отсутствии чувств к ней и о появившихся дома проблемах. А разлучницей она себя никогда при этом не считала. Свои истинные счастья, по его словам, Олег обрел в 52 года, когда женился на 24-летней теле- и радиоведущей из Запорожья по имени Татьяна. Супруги познакомились в ночном клубе на родине жены, а скромную свадьбу справляли уже в Москве. Ради мужа Таня преодолела сопротивление родных, оставила друзей и целиком посвятила себя семье. В столице она окончила финансово-юридическую академию, открыла интернет-магазин, а в 2016 году подарила Фомину сына Максима фотографиями со счастливыми лицами, любимых людей, пестрит инстаграм актера. Создатели спортивной драмы «Проспект обороны» рассчитывали в 2020 году все-таки представить фильм на суд зрителей, который вы наверняка уже посмотрели. Съемки картины завершились еще тремя годами ранее, но постпродакшн затянулся. Фомин играет непутевого отца семейства. В экранных сыновья ему достались молодые звезды Макар Запорожский и Роман Курцин. Первый по сюжету профессиональный боксер, зарабатывающий на жизнь коммерческими боями. В некотором роде картина близка Олегу, имеющему второй разряд в этом виде спорта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...